Девушки отдыхают Не ждите руковых выстрелов, не ждите применения России химического, биологического или, не дай бог, ядерного оружия. Не создавайте у агрессора впечатление, будто мир не будет оказывать достаточного сопротивления. Защищайте сразу и по максимуму свободу и нормальный, полезный для всех миропорядок. Вот такими должны быть санкции. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о важности дальнейшего ужесточения санкций в отношении России. Что еще может сделать международное сообщество и бизнес? Этот вопрос я задала бывшему министру финансов Украины Наталье Ересько. Нам действительно нужно потребовать от нашего бизнес-сообщества жить согласно принципам ESG. Этим руководствуют соответственные инвесторы. Подкреплять слова делами. Это означает уход с российского рынка. Это означает прекращение финансирования военных действий в Украине. Каждый доллар налогов, которые платят компании США, Франции, Германии, Великобритании и других стран, оставшихся вести бизнес в России, идет на бомбы, взрывающиеся над родильными домами и финансирование солдат, насилующих детей. Мы должны остановить это и мы должны прекратить подпитывать российскую экономику. В нынешнем году делегации России на форуме в Давосе нет. Это здание теперь превратилось в дом российских военных преступлений. Внутри, следуйте за мной, я покажу вам экспозицию фотографий, на которых запечатлены зверства, совершенные в Украине с начала войны и с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Все размещенные здесь снимки иллюстрируют, что переживают и с чем сталкиваются Украина и украинцы с 24 февраля. Украинские официальные лица в Давосе с первого дня. В их числе мэр Бучи, небольшого городка, расположенного недалеко от Киева, который ошеломил мир. Снимки из Бучи, сделанные после того, как из города ушли российские войска и покинули Киевщину, потрясли мировое сообщество. А здесь вы можете увидеть так называемую незавершенную карту военных преступлений в Украине по состоянию на 9 мая 2022 года. Эта карта, к сожалению, не дает полной картины. И это не окончательные цифры войны в Украине.